Всем привет, друзья! Давно не виделись. Я Донора Жуманова. Сегодня в студии 7. Жизнь на пепелище. Что сегодня происходит в Костанайской области, где последние несколько дней свирепствуют пожары? Люди, срочно пожар на Суворово 156! Скорее, пожалуйста, сюда! Где и в каких условиях живут погорельцы, потерявшие в одночасье все – дома, имущество и даже близких? Наш репортер Аделю Нербаев расскажет с места событий. По чьей вине горят леса и села? МЧС не исключает поджога политики диверсию, как грязный способ борьбы за власть. Я глубоко убежден, что это диверсия. Абсолютно. Кто пытается раскачать ситуацию и где, по версии экспертов, может полыхнуть не на шутку после Костаная? Пострадавшим от пожара построят дома. Такое обещание дало правительство. Кто будет нести персональную ответственность за качество и своевременность? Во всем информационном потоке мы, команда Студии 7, по-прежнему выбираем лишь то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. Поехали! И начнем с происходящего в Костанайской области. Регион, который обычно крайне редко попадает в новостные сводки в последние дни в центре всеобщего внимания. Туда устремлены наши взгляды и сердца. Третьи сутки на территории бушует пожар. Именно на эту тему наш сегодняшний опрос. Как по-вашему, что могло стать причиной возгорания? Делитесь мнением. QR-код прямо перед вами в нижнем левом углу экрана. Достаточно просто навести на него камеру телефона и все. Вы попадете в наш опрос. Как это часто и бывает, самыми уязвимыми оказались, конечно же, обычные люди. Почти 2000 пострадавших. Жители потеряли кровь, потеряли имущество, а кто-то потерял близких. Спасатели нашли под завалами 86-летнего Михаила Бабенко. Как сообщили в МЧС, пенсионер отказался от эвакуации, несмотря на предупреждение. Так это или нет, будет выяснять в любом случае следствие. И как стало известно нашему журналисту Адилю Нербаеву, который находится на месте трагедии, сейчас ведутся поиски без вести пропавшего. Гектары сгоревшего леса, едкая пелена над дорогой и мрачный тлеющий дым повсюду. Так сейчас выглядят поселки в Аулия-Кольском районе Костанайской области. Картина, признаться, удручающая. Пока мы ехали до села Аман-Карагай, вокруг были только руины. Огонь уничтожил до основания почти все строения в округе. Опасаясь за свои жизни, люди едва успевали взять все самое необходимое и эвакуироваться подальше в безопасное место. Сегодня уже ничего не взрывается и огня здесь нет. Затихли крики ужаса и шум. Люди вернулись туда, где только недавно была сосредоточена вся их жизнь. А теперь здесь только горы обугленного мусора. Люди помогают друг другу разбирать завалы, разгребать остатки того, что было им дорого, как будто пытаясь найти осколки прошлой жизни. Сколько они здесь потеряли, подсчитать так сразу и не получится. Ущерб? Ущерб, да. Если с домом? Ну, вообще все полностью. На миллионах, наверное, семь. У нас только газ провести 700 тысяч, водопровод провести. И это все здесь было? Ну да, полностью газофицирован, водопровод все было. Вот он баню новую только сделал. Ну, обшил все. Сарай полностью, крышу перекрыл. Все сгорело до этого вообще. Сгорели не только техника, мебель и вещи. В панике и в торопях люди не успевали спасти свою скотину и домашних животных. Пламя не щадило ничего и никого. На этих кадрах весь ужас происходящего здесь накануне. Несмотря на весь кошмар, который пришлось пережить этим людям, их стойкости можно только позавидовать. Люди настроены решительно, избавляются от хлама, собирают пригодный для лома металл. Руины сравнивают с землей. Несмотря на то, что огонь в Аман-Карагае уже потушен, находиться здесь достаточно сложно. Сильный ветер поднимает вот эту пыль, а в воздухе стоит запах гари. И находиться здесь сложно, не говоря о том, что нужно работать и кому-то разбирать завалы. Как раз сейчас за мою ступенью разбирают вот этот сгоревший дом, как рассказывают соседи, здесь пропал 50-летний местный житель. Пока тут ищут пропавшего сельчанина, в доме напротив идет другая работа. Собирают останки пенсионера, погибшего накануне. Заходить вовнутрь нам не разрешили. Для оценки всего ущерба понадобится еще не один день. Тысячи людей в одночасье лишились всего имущества. Кто-то потерял домашних питомцев, собак, которые остались на привязи, кошек, прятавшихся на крыше. Но кто-то оказался настолько везучим, что спасся в этом хаосе и вышел из убежища на звук знакомых голосов. Где она была? Под стенкой завалилась. Дым. Голодная. И выжила? Да, ну вот что. Молодец. Адилю Нербаев, Медита Сапанов, Студия 7. О том, что Кустанайская область горит, большая часть страны узнала 3 сентября из СМИ. Однако все началось сутками ранее. И, вероятно, местная власть до конца не осознавала, что все закончится таким масштабным бедствием. Все-таки возгорания в регионах случаются. Это факт. Те, кто жил в аулах, знают прекрасно, что значит горячая степь или же леса. К тому же Акимат вовсю готовился к другому событию, куда более приятному визиту президента. О нем мы поговорим чуть позже. Для начала Леона Жемлиханова расскажет и покажет, как локальные вспышки привели к большой проблеме. Итак, все по порядку. По информации спасателей, лесной пожар начался 2 сентября в 15.10. В 20 километрах от станции Казан-Басы, на территории двух лесничеств, загорелись сухая трава, осины и сосны. На месте создается оперативный штаб, но становится понятно, ситуация выходит из-под контроля. Огонь распространяется быстро, сильным ветром, при аномальной жаре. А хуже того, к месту возгорания нет подъездных путей. Огонь распространяется на соседний лесной массив. А вот это все наше горит, вот этот весь наш лес. Все, он весь сгорел. 3 сентября к часу дня сгорело уже 2000 гектаров леса. Власти стягивают силы спасателей, технику вертолеты и пожарные поезда с цистернами. Помогают тушить пожар военные и спасатели из других регионов. В 13.40 в регион вылетает министр по ЧАЭС. Проводится воздушная разведка, перегруппировка сил и средств. Уже в 16.00 пожар настигает село Озерное и лесное Аман-Карагай. Начинается эвакуация почти 2000 человек. В 17.20 угроза возгорания нефтебазы в селе Аман-Карагай. Пожарные предотвращают взрывы, но после 18.00 огонь переходит на офисное здание нефтебазы и на 30 жилых домов. В 21.00 останавливают пассажирские поезда. Еще через час привлекают дополнительную технику и пожарных. К этому времени площадь пожара 9400 гектаров. В тот же день в центре Костаная взрывается оружейная палата. Огонь перекидывается на СТО, магазин запчастей, столовую и 8 жилых домов. К лесным возгораниям этот случай не имеет отношения. Но этот пожар ликвидируют только к вечеру. Погибнут четверо, пострадают трое. 4 сентября к 6 утра пожары на нефтебазе и в селе Лесной ликвидированы. Повреждено и разрушено 108 строений. Возобновлено движение на трассах и железнодорожных путях. Со вчерашнего дня, как выехали, еще не спали. Через пару часов появляется информация, что площадь пожара в регионе 43 тысячи гектаров. В тот же день под завалами сгоревшего дома находят тело мужчины. Сегодня, 5 сентября к 10 утра, огонь достигает села Баганалы. Жители тщетно пытаются тушить пожар своими силами. Начинается эвакуация в соседнее село. Утром ехал по Ауэликольской трассе. Все пожарки и другая техника были там, возле полевого стана. Видимо, готовятся устроить показ для гостей. Хотя не раз уже сообщили, что горят леса возле Баганалов и рядом с Казанбасы. Но людей как будто не слышат. В эти часы ликвидация пожара в Костанайской области все еще продолжается. На это брошены все силы со всей страны. По крайней мере, так докладывают чиновники. И пока, к сожалению, поставить точку в этой тревожной хронологии невозможно. Леана Жемлиханова, Еркеулан Тойболдин, Студия 7. Что примечательно, пожар в регионе совпал аккурат с юбилейными мероприятиями в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова, яркого политика, просветителя Алашурдинца. Для этого в регион должен был прилететь президент Окаев. У нас, как вы, наверное, заметили, в последнее время борцам за независимость уделяется особое внимание. Однако празднование в силу понятных причин отложили. А вот свою поездку в Костанай глава государства отменять не стал. Прибыл на место трагедии сегодня. Вот кадры, опубликованные пресс-службой Аккорды на борту. Президенту министр по ЧС Ильин докладывает о масштабах трагедии, о проводимых мерах. Доподлинно неизвестно, обсуждались ли причины столь крупного пожара. Возможно. Все-таки кое-какие версии у МЧС уже есть, и не только у спасателей. Об этом поговорим прямо сейчас. Итак, почему это произошло? Почему регион горит уже несколько суток? Ведь это на самом деле очень важный вопрос. Но если дело действительно в стихии, то есть робкая, но все же надежда, что ответственные вынесут урок. И эта версия, ну она что называется, на поверхности. Все лето горели леса в Европе, теперь жара пришла к нам. Но есть и другое мнение на этот счет. Его озвучил политический деятель Ермухамед Ертезбаев, который считает, что Костанай горит по желанию конкретных людей. Людей, желающих добраться до власти. Материал Сабины Тургаевой. По факту масштабных пожаров в Костанайской области и гибели людей, Генеральная прокуратура возбудила три уголовных дела. Неосторожное обращение с огнем, уничтожение лесов и нарушение требований техники безопасности. Версии о причинах возгорания в народе и того больше. От умышленного поджога до самовозгорания. Последняя одна из самых очевидных, с учетом того, что пресловутый прогноз погоды предупреждала надвигающейся аномальной жаре еще 31 августа. Сильная жара сохраняется еще сегодня, то есть 5 сентября. А с завтрашнего дня ожидается спад жары. Связано это с холодными атмосферными фронтами, с которыми ожидается дожди, грозы, усиление ветра и резкое понижение температуры воздуха. Тем не менее, 6 сентября на юге Костанайской области еще сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Еще одна версия – поджог. Случайный или намеренный. По умышленному поджогу, что тоже уголовно наказуемо, производство пока не начинали. Хотя эту версию министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин не исключает. Аграрный эксперт Кирилл Павлов сейчас находится в Костанайской области. Он объяснил, почему версия с аномальной жарой у специалистов вызывает сомнение. Если бы были грозы, мы бы тоже рассматривали версию жары и, наверное, искали бы, куда она ударила. Но гроз не было, жара была. Если только кто-то разбросал увеличительные стекла по полям и лесам, ну, такое верится слабо, да? Помимо этого, очень настораживает момент, что как только были сконцентрированы силы Акмолинской техники для отправки в Костанай, загорелась зеренда, зерендинский лесхоз. И также в это же время, буквально в эти же дни, горел Восточный Казахстан и горела Туркестанская область. Местные жители говорят, их регион действительно пожароопасный. Леса горят периодически. Тот же Карабалыкский район уже горел в 2020 и 2021 годах, но всегда справлялись своими силами. Такая масштабная катастрофа на их памяти впервые. И, конечно, некоторые не верят в случайность происходящего. Люди, сельчане склоняются к тому, что, возможно, это было умышлено. Потому что огонь, он, во-первых, вспыхнул внезапно, и, во-вторых, он в разных локализациях, в разных точках был практически одновременно. А вот председатель Народной партии Казахстана Ермухамед Ертызбаев уверен, что трагедия на севере Казахстана – это следствие грязных политических игр. Я глубоко убежден, что это диверсия. Абсолютно. Очень нездоровая атмосфера складывается в стране. У меня есть инсайдерские источники, которые сообщают, что готовятся провокации. Для чего это делается? Для того, чтобы резко обострить ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. Вот сейчас, во время президентской избирательной кампании, надо быть предельно внимательными, не дать вовлечь в какие-то внутренние разборки. Конечно, торопиться с выводами не стоит. В любом случае, все точки над «и» поставят расследование. Генеральный прокурор Берий Косылов взял его на личный контроль. Но совсем не брать во внимание мнение политических старожилов и политологов, которые уверены в диверсии, тоже нельзя. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Главное сейчас потушить пожар в казахстанских полях и лесах и не допустить, чтобы полыхнуло в обществе. Уж простите мне мой пафос. Сабина Тургаева, Нурсултан, Саулет, студия 7. Поддержу коллегу. В любом случае, последнее слово за следствием. И если дело в стихии, то все гораздо проще, чем при другой версии. Ну тут уж извините, что имеем. Январские события заставили нас усвоить. В борьбе за власть зачастую ничем не гнушаются. Возвращаемся к горящему Костанаю. Регион – один из основных поставщиков пшеницы. Также край богат лесами, которые сейчас и оказались в огне. Что касается сельского хозяйства, то по данным профильного министерства потери минимальные, чего не скажешь о лесном фонде. Давайте послушаем биолога Сергея Кожевникова. Можно сказать, что это экологическая катастрофа, потому что у нас и так очень мало лесов, а эликтовых лесов у нас еще меньше. Если даже человек посадит его, данный борь восстановится минимум лет через 50. Причем он восстановится не до изначального состояния, а до состояния именно молодых деревьев. То есть он не примет тот вид, который он потерял. И не факт, что если мы это забросим и оставим, на месте сосны начнет, собственно говоря, восстанавливаться просто-напросто степень. Она же когда-то восстановилась, когда-то же сосновые леса были по всей территории, после чего здесь возникли степень. То есть ситуация может быть и такова, что если мы допустим естественное восстановление, так как это в природе, то не факт, что оно восстановится. То есть мы просто-напросто потеряем эту территорию именно как лесной фронт. Но я не знаю, это надо будет, наверное, обращаться или к международному сообществу и так далее для восстановления посемного... Ну, я не знаю, где Казахстан столько возьмет молодых саженцев. Я Дана Рожуманова, это Студия 7. Друзья, что, по-вашему, могло стать причиной пожара в Костанайской области? Голосуйте, мы продолжим тему. Премьер-министр страны Смаилов выступил с заявлением, пострадавшим от огня построят новые дома. Инициатива понятная и очень нужная. У нас же возник очень простой вопрос. Кто будет нести ответственность? За то, что построят вовремя, за то, что дома будут теплыми и качественными. Те, кто с нами давно, прекрасно знают, прекрасно помнят. Сколько мы вещаем, столько мы и пытаемся создать для всех понимание. Во всем должна быть персональная ответственность. Политика временщиков, к сожалению, сделала свое дело. У нас как что произойдет, так потом ищи свящи, кто виноват. Кстати, недавно об этом говорил и президент Укаев в своем послании. О том, что это самая персональная ответственность, где есть имя и фамилия чиновника, должна повышаться. Так, кто конкретно будет головой отвечать за дома для пострадавших в Костанайской области, вот что по этому поводу говорит политолог Талгат Калиев. Вот он, наш родимый дом. Все сгорело. В целом, по республике, за это должен отвечать министр индустрии, инфраструктурного развития, в данном случае господин Ускимбайер, у которого, видимо, находится комитет жилищного строительства. И у нас качество строительства должно быть качественным не сейчас конкретно, в Костанайской области и в этом случае. Здесь, наверное, этим должен заниматься комитет строительства. Должны ставить подписи именно чиновников из Акиматов. А во-вторых, авторов проекта, есть так называемый проектный контроль, кто этот проект разрабатан, тот и должен следить. Если вы заметили, в целом и риторика, и институт персональной ответственности постепенно в стране возникает и немножко ужесточается все. Я надеюсь, что сейчас ни у кого не возникнет соблазна пойти вот по этому легкому пути. Справедливости ради отмечу. С этим вопросом, на ком ответственность, мы обратились также в Акимат Костанайской области и в пресс-службу у премьер-министра. Ответа не получили, хотя вопрос кажется довольно простым. Но, наверное, с уже Аким региона Архимед Мухаммедов должен поставить свою репутацию на карту, обеспечив людей всем необходимым. Ну и, как выяснилось, министру Скинбаев, на котором лежит ответственность за качество строительства. Так вот, ответа «оттуда» мы не дождались. Отнесемся с пониманием. На этот раз все-таки горит регион. Все заняты борьбой, даже те, кто восседает в кабинетах. А сейчас хотелось бы узнать, какая обстановка в Костанайской области на данный момент. На связи со студией наш репортер Адиль Нербаев. Мой коллега весь день работает на месте трагедии. Адиль, привет! Рада тебя видеть. Правда, жаль, что в таких обстоятельствах. Скажи, пожалуйста, что сейчас известно, изменилась ли картина каким-либо образом в регионе? Да, привет, Донара. Приветствую зрителей. Насколько мы получаем оперативную информацию, ситуация такая, что до полной победы над огнем еще далеко. То есть в некоторых селах, поселках потушили пожар, в других он вспыхивает. И пока еще до конца не поборолись с огнем. В целом ситуация удручающая, ситуация печальная. И вот такая обстановка, как сейчас за моей спиной, так сейчас выглядят сразу несколько поселков в регионе. Страшно еще и представить масштабы вообще трагедии. Потому что когда ты едешь по трассе, ты видишь справа и слева сгоревшие деревья. Но если зайти вглубь леса, идти можно очень долго, пока ты дойдешь до целых деревьев. Вокруг тебя только обугленные растения и неизвестно еще сколько животных погибло. Ну а что касается людей, то по их лицам можно понять, что им очень грустно и им очень страшно. Но они в этом нам лично не признались. Ну да, Адиль, я вот хотела как раз таки задать тебе вопрос, касающийся людей. Нам в любом случае не понять то горе, с которым они столкнулись. Скажи, пожалуйста, как они, в каких условиях живут, всего ли хватает? Мы сейчас видим, что все казахстанцы активизировались, каждый хочет каким-либо образом помочь. Вот как местные жители? Люди, да, на самом деле грустные. Они, может быть, не все хотят разговаривать с журналистами, рассказывать о своем горе, но это видно просто по их взглядам, по их действиям. Но вот что приятно удивило, так это то, что они не опускают руки, они не плачут возле своих обгоревших домов. Они взяли в руки лопаты, они надели перчатки и начали разбирать эти завалы дружно, сплачено. То есть они не ждут помощи какой-то от спасателей, они не ждут моментальной финансовой помощи от чиновников. Они взяли свою судьбу в свои руки и действуют. И это достойно восхищения на самом деле. Да, наш человек такой, он привык надеяться на себя, но благо, что все-таки государство, власть обращает внимание на погорельцев и обязательно уже оказывает помощь. И в дальнейшем окажет помощь тоже. Спасибо тебе большое, Адиль, пожалуйста, береги себя. Друзья, ну вот что касается нашего сегодняшнего опроса. Извините, очень эмоциональная часть у нас получилась сейчас с нашим коллегой. Действительно сложно на все это смотреть. Итак, что по-вашему могло стать причиной пожара в Костанайской области? Так вот, больше 36% выбрали ответ, что это диверсия. Чуть больше третий выбрали ответ халатность. И вот дальше уже жара, ветер, везде коррупция. Что хочу сказать. Версий, когда что-либо случается, может быть множество. На то и должна быть альтернатива. Но в любом случае последнее слово за компетентными органами следствия. Друзья, на этом все. Встретимся с вами завтра в это же время на седьмом. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!